Уважаемый Сергей Нурканжович, очень рад вас видеть. Несмотря на все эти сложности и ограничения, нам удается всё-таки и лично встретиться, и пообщаться. И сразу же хочу ещё раз уже в таком личном формате поздравить вас со вступлением в должность президента Кыргызстана. Между нашими странами выстроились очень не просто тёплые и тесные отношения, это отношения союзнические, отношения привилегированные. И я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей стороны. Очень надеемся на то, что вам удастся нормализовать мутерполитическую ситуацию. У нас большая повестка дня. Я знаю, что в рамках вашего визита запланировано много мероприятий, встречи практически на всех уровнях. И в исполнительных органах власти, в правительстве, в парламенте. И уверен, что это пойдёт на пользу развития наших двусторонних отношений. Мы оказывали помощь Кыргызстану и в борьбе с эпидемией. И, кстати говоря, я хотел бы тоже удовлетворение тем, что вам удаётся сделать на этом направлении, сдерживать развитие пандемии в меньших количествах случаев новых заражений. Известно также о пожеланиях наших кыргызстанных друзей предпринять дополнительные меры для совместной работы по этому направлению. Мы сделаем всё, что возможно. Будем и дальше вас поддерживать. Вы знаете о тех мерах, которые были приняты до этого. У нас в прошлом году стартовал перекрёстный год Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. Но, к сожалению, из-за этой пандемии мы не смогли реализовать все намеченные 200 мероприятий различного уровня и качества. Но уверен, что по мере стабилизации ситуации в санно-эпидемиологической и санно-эпидемиологической обстановке мы это всё наверстаем. В том числе и наше сотрудничество в гуманитарной области здесь тоже много интересного и перспективного. В общем, мы с удовольствием будем работать с вами по всем этим направлениям. И ещё раз хочу сказать, очень надеемся на то, что задуманные вами мероприятия внутри страны, в том числе и поправки в основной закон Кыргызстана, будут способствовать стабилизации в республике и будут создавать условия для поступательного развития самого государства. Ну и, конечно, будут способствовать укреплению наших двухсторонних межгосударственных связей. Добро пожаловать ещё раз. Рад вас видеть. Спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте приветствовать нас. Я сейчас выражаю глубокую признательность за поздравления по случаю моего избрания на пост президента Кыргызстанской республики, а также за приглашение посетить Российскую Федерацию. Несомненно, мой первый визит, зарубежный визит к вам в качестве президента Кыргызстанской республики доказывает высокий уровень двусторонних отношений между нашими странами. Мы намерены продолжить укрепление стратегического партнёрства и союзнических отношений. Прежде всего, выражаю огромную благодарность вам за поддержку и всестороннее содействие в регулировании политического кризиса. Мы намерены продолжить сотрудничество с Евразес, СНГ, УДКБ и ШОС. Это является приоритетом внешнеполитического и экономического курса нашей страны. Мы особо признательны за поддержку в сложное время, связанную с пандемией. Также хочу отметить, что высокая эффективность и безопасность российской вакцины по коронавирусу признаются со стороны мирового сообщества. Надеюсь, мы также в ближайшее время запустим кампанию по вакцинации населения. Уважаемый Владимир Владимирович, мы всегда готовы к сотрудничеству с Российской Федерацией. Пользуясь случаем, с огромным удовольствием приглашаю вас посетить Кыргызстан с официальным визитом в любое удобное для вас время. Спасибо большое. Я со своей стороны отмечу ещё один момент, который считаю чрезвычайно важным в наших двусторонних отношениях, а именно то, что вы сохранили государственный статус русского языка. Это важно и для нас, и для граждан Кыргызстана, поскольку даёт определённые преимущества на рынке труда в России. Это не требует дополнительных экзаменов и так далее, не создаёт дополнительные сложности для кыргызстанцев, которые приезжают в Российскую Федерацию. Но, тем не менее, отмечаю ваше отношение к этому вопросу. Повторяю ещё раз, это важно для обеих сторон. И хочу выразить надежду на то, что мы вместе будем это поддерживать. Своей стороны будем делать всё для того, чтобы реализовать возможности для кыргызстанцев изучать русский язык у себя на рынке. Определённые у нас планы здесь есть, и мы будем над этим тоже работать. Спасибо большое. Мы все несем ответственность за Отечество, за его успешное развитие. Но для тех, кто выбрал для себя военное дело, это чувство приобретает особый смысл. На первый план всей вашей жизни выходит обеспечение стабильности, суверенитета и национальной мощи Родины, защита общества и каждого гражданина. Соответствовать таким высоким требованиям, призванию, долгу очень непросто. Поэтому ратная профессия всегда была уделом волевых, отважных и сильных духом. И мы знаем, уверены, что в наших вооружённых силах служат именно такие люди. Вы доказали это многократно, на учениях и в боевых условиях. Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы. Действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...